Князь Нальшанский Давмонд Через год псковичи избрали благородного и справедливого Давмонда своим главой, и 33 года он стоял на страже северо-западных границ русских земель. В битвах князь успешно отражал нашествие датских и немецких войск, и в честь каждой победы возле стен Псковского кривля он возводил или храм, или часовню. Таков был обычай христианского воина. На своей новой родине роднился князь с другим российским воином, в будущем канонизированным князем Александром Невским, взяв в жены его внучку. 5 марта 1299 года Давмонд одержал последнюю в своей жизни победу над немцами, вероломно напавшими на Псковский посад. А через несколько месяцев князь умер от ран. «Бысь же тогда жалость велика в плескове мужем и женам и малым детям, по добром господине благоверном князе Тимофее», — гласит летопись. И вспоминали псковичи слова самого князя, собирающегося отражать очередных недругов. «Добрые мужи псковичи, кто из вас стар, тот не отец, кто молод, тот брат, постоим за святую Троицу». Погребем князь Давмонд в Троицком соборе Псковского кривля. Субтитры создавал DimaTorzok